Мурманские дальнобойщики, так же как и водители большегрузных фур по всей стране, сегодня провели акцию. Цель, как и прежде, обратить внимание на то, что система взимания платы Платон, которая заработала в начале этой недели и облагает налогом за проезд по федеральным трассам все большегрузы массой более 12 тонн, до сих пор не настроена должным образом. При этом огромные штрафы, несмотря на заверения федеральных чиновников, все же начисляются. Водителям приходится или рисковать выходить в рейс, или останавливать все перевозки. О том, как Платон влияет на транспортную логистику, наш сюжет. Центр Мурманская, улица Ленинградская. Здесь расположен офис платежной системы Платон. Небольшая группа людей, собравшихся рядом, это те, кто не побоялся открыто заявить о том, что запущенная программа по сбору денег на восстановление дорог, поврежденных многотонными фурами, не работает, несмотря на все заверения властей. Мария Пазухина представляет компанию-перевозчика. В их владении скромный парк из четырех фур. Но сейчас машины вынужденно простаивают. Маленькое предприятие несет убытки. Куда пойдут деньги? На наш взгляд, как бы невозможно вводить систему и плату за то, чего нет. Дорог в России нету. На данный момент обслуживание автомобиля после рейса у меня составляет неделю простоя. Неделю простоя, чтобы обслужить автомобиль после этих дорог. Накануне по стране прошла акция «Улитка». Эти кадры сняты очевидцами на Московском шоссе рядом с Нижним Новгородом. Несколько грузовиков движутся с черепашьей скоростью, перекрыв все полосы в попутном направлении. За ними образовалась огромная автомобильная пробка. Также поступили и дальнобойщики из Екатеринбурга, Волгограда и многих других городов, где проходят федеральные трассы. В Мурманске протест вышел скромным. Дороги фурами никто не перекрывал. Участники местной акции объясняют это просто. Всем надо платить кредиты и немалую коммуналку. Окажешься на улице – замерзнешь. Вот и приходится либо рисковать, выходя в рейс, либо искать другие источники дохода. Люди, которые поехали, они уже встряли с этим платоном. То есть он не работает, деньги люди платят и потом еще платят штрафы. Штрафы эти когда вернутся? Говорят, что через суд их возвращать будем. Но вы сами понимаете, сколько это будет длиться и как это будет все происходить. А чтобы это вернуть все, его надо сначала заплатить. За проезд по федеральным трассам водителям грузовиков массой больше 12 тонн нужно регистрировать маршрут в системе Платон вручную от точки А до точки Б. Совернешь в сторону или проедешь лишнее – штраф. Суммы для юридических лиц минимум 450 тысяч рублей. А вот приборы автоматического учета, подключенные к спутникам GPS и GLONASS, которые должны устанавливаться в каждой фуре, по сведениям компании перевозчиков, по-прежнему не имеют сертификации. К тому же порог работы электронного устройства ограничен температурой минус 10 градусов. Да и пока всем желающим их просто не хватает. Видимо, поставщики не успели произвести нужное количество. Нам составляют схему маршрута, по которой мы едем, но это же опять же не для нашей страны. У нас страна очень большая. Я поехал в одну сторону. Груза оттуда мне нет, мне надо куда-то в другую сторону ехать. Опять же, я теряю время, чтобы мне зарегистрировать по новому маршруту, чтобы он пришел ко мне. Я теряю день-два. А день-два, вы сами понимаете, что для нас это деньги. Если я не еду, у меня нет денег. Если я не приношу денег домой, моей семье нечего кушать. И помимо этого, топливо подорожало. За дорогу мы заплатим, налоги мы платим. Компании-перевозчики с парком фуры так платят в казну. Во-первых, налог на прибыль, во-вторых, транспортный налог, а в-третьих, акциз, вбитый в стоимость топлива. Цены на бензин и солярку в нашем регионе, по словам водителя, одни из самых высоких по стране. Но в отличие от этих платежей, система Платон работает только по предоплате, что создает немалые финансовые трудности для многих коммерсантов. Что они сказали про этот Платон? Что государство собрало 30 или 35 миллионов в казну. Но собрало не государство, собрал счет Ротенберга, именно компании его, еще и на банк Газпрома. Или как он там называется? Газпромбанк. Специалисты уверены, что с повышением платы за проезд для грузовиков незамедлительно изменятся и цены на все категории товаров. Особенно это будет заметно в Мурманске, где все, начиная от апельсинов, заканчивая новыми легковушками, привозится на большегрузных фурах. Сейчас за каждый километр пути по федеральным трассам дальнобойщики платят полтора рубля. Но уже в феврале ставка вырастет почти до четырех. И это, возможно, не предел. Вот нас учили таблицу умножения в школе. Так вот, когда говорили дважды два, четыре, я теперь понимаю, для чего это. Чтобы я успевал посчитать, насколько подпрыгнут цены.